Добрый вечер, дорогие зрители! Научная фантастика – тема сегодняшнего разговора. Начать с того, что даже сама эта фраза, она не очень точно отражает английский прототип. Science fiction. Фикшн – это вообще любая литература. А science fiction – это значит литература с научной темой, с научными пентифлюшками, вот так говорим. Не обязательно фантастика. Просто какая-то литература, где что-то есть околонаучное, получается в результате не по названию фантастика, а по существу очень удивительный жанр, который заменяет в безбожном мире, заменяет духовные составляющие. Научной фантастики в XIX веке, в самом безбожном веке, никого не было. Она возникла, это science fiction, в начале XX века, примерно в тот же самый момент, когда безбожие стало отступать, когда атеистическое мировоззрение, осознание, утверждение, что никакого Бога нет, что материя есть полнота всего мироздания, ну, так, более-менее, вышло из моды. И вот, примерно, приблизительно в это время, вплоть до середины XX века и дальше, вот эта научная фантастика шла в ход. Когда безбожие ушло, или, по крайней мере, отступило, Господь Бог далеко не сразу заполняет вакуум, а мало того, Он даже не заполняет вакуум сам по себе. Добро и правда, они консервативны, они стоят в тени. До тех пор, пока человек не придет к Богу, не пригласит Его, не позовет Его к себе, Бог насильно никого не атакует. Поэтому вакуум, образовавшийся в человеческом сознании, в культуре западного мира, начал заполняться вот такой вот, как бы сказать, чтобы помягче сказать, эхинеей. С научными, именно с прожилками, с такими научными обертонами. Если вы почитайте, мне мало приходилось читать научные фантастики по сравнению с тем, как ей увлекались, скажем, мои сверстники или люди чуть более позднего поколения. Но то, что я читал, производит впечатление, действительно, бред больных людей. Но этот бред им нужен. Он заполняет этот промежуток, эту страшную рану, которая в человеческой душе оставляет Бог, который человек выгнал из своей души, ну и безбожий, который развалился на части. Приведу просто пример одного фантастического такого сочинения. Научно-фантастическое его трудно назвать, потому что в науке там, так сказать, кот наплакал. Но фантастика или фантазия, или выдумки там, пруд, пруди, значит, у них там, как полагается, путешествие во времени. И в результате они встречают последнего человека. Самого последнего, который вообще остался во Вселенной. После него, вот он один остался, вот он умрет через некоторое время, и все, род человеческий исчезнет. Но для безбожного сознания нечто вполне реальное. Да, вот человеческое существование бессмысленно, пусто, и в конце концов человеческий род прекращается, и все, так сказать, превращается в ничто. Ну и что же этот последний человек говорит им, что вещает? Этот последний человек, вместо того, чтобы сказать этим ребятам, которые он встретил, ребята, не парьтесь, все равно ничего не получится, все равно я последний, и дальше клик. Что соответствует действительности. Последний человек им говорит, да, старайтесь, добивайтесь, трудитесь, двигайтесь, дерзайте. И толку никого нет смысла, малейшего нет. Ну все равно дерзайте, все равно старайтесь. И они его послушались, и все кончилось хорошо. Ну, действительно, сумасшедший дом на колесиках. И как это, вот эти прибыли, как бы сказать, совершенно эта научная фантастика служит неким свидетельством человеческого безумия. Худшего безумия, чем коммунизм. Худшего безумия, чем Фридрих Ницше. Худшего безумия, чем все злодеи, которые сейчас убивают друг друга и всех окружающих. Они, по крайней мере, движутся какими-то злобными, лживыми, вредоносными, абсолютно враждебными идеями. Здесь это роду выполняешь. И вот я вам рекомендую, когда вы будете читать научно-фантастические сочинения, особенно с вашими детьми, продемонстрируйте это лишний раз. Покажите им. Вот что остается от безбожия, когда оно рассыпается в прав и уходит из человеческой жизни. И поэтому лишний симптом и лишний напоминание для всех нас о необходимости вернуться к нашим духовным корням. Спасибо, Господи.